МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благодарю президента, что он откликнулся. Я еще в зимние каникулы предложил ему обсудить все проблемы. Но на личной встрече, и он вчера в течение полутора часов выслушивал наше соображение, предложение, и очень тепло поздравил, прежде всего, с тем, что партия все 30 лет занимает государственно-патриотическую позицию. То есть она все делает для того, чтобы укреплять внешние силы нашей страны, делает для того, чтобы люди труда чувствуют себя в стране достойно. Он согласился с тем, что многие наши инициативы, в том числе и законодательные, заслуживают первоочередного рассмотрения. Я ему оставил 10 документов, которые он подписал. Надеюсь, что откликнутся, прежде всего, по программам развития устойчивого развития села, новой целины, поддержке науки, образования, фундаментальной науки. Вчера я к нему обратился тем, чтобы города, которые создавались, научные центры, уникальны, были персонально поддержаны, а их пытается московская областная власть слить воедино. Это совершенно недопустимо. В одной московской области почти три десятка наукоградов. Каждый имеет свое лицо, научную школу, уникальные кадры, соответствующую материальную базу, инфраструктуру. Это для нас исключительно принципиально. Вчера поблагодарил президента, что он защитил народные предприятия. Они сегодня получат активную поддержку. Обращаюсь к премьеру Мишустину, чтобы провели еще один семинар. И мы покажем, что даже в условиях кризисных санкций они оказались в прошлом году с лучшими показателями по всем характеристикам, в том числе и защиты граждан от нищеты, роста цены и всего остального. Но главной темой, естественно, вы понимаете, были вопросы военно-политического характера. А учитывая, что я был во всех атомных городах, на крупнейших заводах, и за последнее время провел переговоры со всеми, кто сидит в окопах, кто командует подразделениями, кто производит танки, пушки, кто закупает за рубежом все необходимое для нашей безопасности. Поэтому разговор был абсолютно содержательный и, на мой взгляд, взаимо очень полезный. На что я хотел обратить еще раз ваше внимание. Президент разделяет эту точку зрения во многом. Прежде всего, мы не сознаем, что сегодня напряжение напоминает то, которое было в условиях Карибского кризиса. Но тогда принимали решения в Америке люди, которые сами прошли войну, которые понимали, что такое война, которые видели ракетно-ядерные испытания и которые в последние черты сумели остановиться, договориться, убрать свои ракеты из Турции и Италии, а мы в ответ вывели с Кубы. Нам надо сейчас все сделать для того, чтобы западники, натовцы, американцы почувствовали, что речь идет сегодня о тех красных линиях, которые они переступили. А для этого мы должны быть сильные, уверенные, сплоченные и максимально отмобилизованные. Наша партия и левопатриотические силы готовы к таким решениям. У нас нет до конца понимания того, что, вот сейчас выступал Макаров, что против нас, нашего мира, идет крестовый поход. И этот поход крестовый западников должен быть последним. Мы не можем остановиться сегодня и опять договариваться. Там не с кем договариваться. Русский мир должен освобожден, воссоединен. И надо все сделать для того, чтобы у них не было больше желания, охоты объявлять эту войну, которую они объявили по всем составляющим, которые можно было только придумать. Они полагали, что через три месяца рухнет вся наша экономика. 15 тысяч санкций. Во всем мире за все годы не было столько введено санкций. Мы выбирали, устояли, но чтобы двигаться дальше, без великолепной науки, фундаментальной науки, без классной школы, невозможно решать эти проблемы. У вас на столе все предложения, на сей счет мы обязаны их решить. Чтобы двигаться вперед, надо, чтобы граждане почувствовали их поддержку. А цены прут. В 2009 год люди нищают. Мы обязаны остановить этот рост цен и обязаны накормить граждан. Вчера предложил президенту, поручите нам, нашей команде. Здесь сидят Мельников, Кашин, сидит Харитонов, Холомельцев, которые на первом съезде воссоздавали нашу партию. Поручите нам создать в каждом районе Российской Федерации народные предприятия типа Грудинина, Казанкова, Сумаровкова. И мы через два года накормим лучшими продуктами, не повышая цену практически всю страну. И Европа будет закупать эти классные товары. Поручите, и вы увидите соответствующий результат. Но как только вы нас поддержали по сельхозмашинстроению, я вчера с Бабкиным разговаривал, мы вам произвели классные комбайны, мы сделали хорошие трактора, сельхозмашинстроение выросло на 28%. Суланов пришел, все обрезал, и я вчера вынужден опять был разбирать каждую позицию на сей счет. Мы вырастили 150 миллионов тонн зерна, но не хватило воли купить 15 миллионов для того, чтобы накормить людей хорошей продукцией. Купите сейчас по хорошей цене, вы поддержите крестьянина, они закупят трактора и комбайны, всю технику удобрения. Купите, положите, и у вас это будет золотой запас, вы отрегулируете цены во всех сетях. Простейшая операция. Резидент сказал, что он поручит такие решения и правительству, и министерству, но все готово. Мы обязаны принимать эти решения. Что касается борьбы с фашизмом, вы должны помнить, что самыми крепкими, самыми надежными, самыми храбрыми защитниками и борцами против фашизма были коммунисты. Первых ко мне поставили к стенке коммунистов. Но мы встали и восстали, и мы справились с фашизмом. Мы снова справимся. Сегодня весь Донбасс воюет под красным флагом победы. Если в этот раз закроют мавзолей фанерками, это будет позор для всех. Я вчера еще раз сказал, народ требует восстановить историческое имя Сталинград. Давно назрело это решение. Поддержите активно, примите у себя партийные решения. Давайте вместе проведем надо референдум, и увидите результат. Но это вопрос принципа. И насчет партии. Это новым партиям. Я изучал эту тему во всех ипостасиях. Когда я впервые услышал, что нет идеологии, я говорю, слушайте, откуда родились такие идиоты? Если вы верите в идеалы справедливости, дружбы и товарища, то это левая идеология, коммунисты, социалисты. Если по прецеденту, по практике, это центристы. Если правые, отдайте нам жадным и сильным. Если у нас получится, и вас по дороге не растопчем, может, мы с вами поделимся. Уже есть три идеологии. И как бы вы ни крутились, вы от нее никуда не уйдете. Мы обязаны это понимать. Россия по природе, по просторам, по полету, по многоноциальному составу не может существовать без патриотизма и справедливости. Не может. Должен Владимир Владимирович во все, начиная от детского сада, семьи, школы, и мы в состоянии решить эти проблемы. И насчет партии. Партии живут, если есть великолепная идея, привлекательные кадры, если у вас есть ресурсы. У КПСС было море ресурсов, гениальная идея, но как только выродились кадры, все и посыпалось. Только в единстве это работает. Почему наша партия выжила? Меня 300 раз судили, всех допрашивали. Кого только, три раза закрывали, открывали и прочее. Живет только потому, что мы придерживаемся главным принципов, которые реализует каждый коммунист. В КПСС у Горбачева была одна, один устав, у Ельцина второй, а у Яковлева никакого, предатель 100%. Партии живут, если у вас есть дисциплина, у нас высокая дисциплина, и вы видите, как работает в этом отношении фракция. У нас есть верность, выдающимся идеалам. У нас есть дружба и товарищество. Это не партия начальников, а партия друзей, партия единомышленников, которая добивается единства после демократического обсуждения любого вопроса, и мы это реализуем. И у нас есть великолепная цель. Для нас главной партией всегда была и остается наша любимая Россия. Поэтому под наши знамена собрались все организации. И военно-патриотическое движение Соболевой, и движение Женщины Останиной, и Смолин своим талантом и народнообразованцем, и Казанков своим народным предприятием. Вот эта сплоченность сейчас по зарез нам всем нужна. Для очередной победы. Мы обязаны победить. Тогда будет все в порядке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова